Доброго времени суток, дорогие телезрители, в эфире НВК Саха, телепередача про авто 14. Мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, которые касаются безопасности дорожного движения. В студии работает Дмитрий Тымыров. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите сегодня в нашем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? За какие нарушения автомобилиста могут арестовать? Осторожно, пьяный водитель. Как по стилю движения автоинспекторы вычисляет нетрезвых водителей? Что будет, если не платить штрафы ГИБДД? Считается ли недостаточной видимостью видимость в условиях пыльной дороги? Повторение – мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит победитель телевизионного проекта «Арыга» Александр Кириллин. А в начале выпуска предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах с 3 по 9 июля было зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, где было травмировано 19 человек, в том числе пострадало 4 несовершеннолетних. Повреждено 14 транспортных средств. Так, 5 июля на 949-м километре региональной автомобильной дороги «Умнас» водитель, управляя автомашиной «Тойота Плац», перепутал педаль тормоза с педалью газа, в результате чего автомобиль съехал в озеро, расположенное вдоль трассы. Со слов женщины, которая в момент ДТП находилась в салоне автомобиля, на переднем пассажирском сиденье скорость транспортного средства составляла 60-70 километров в час. После случившегося она и водитель сумели выбраться из салона, но мужчина доплыть до берега не смог, вследствие чего утонул. В ходе проверки установлено, что машина «Тойота Плац» принадлежит пассажирке. Погибший мужчина не имел водительского удостоверения на право управления транспортными средствами. Кроме того, оба участника находились в состоянии алкогольного опьянения. 7 июля около 3 часов ночи в дежурную группу поступило телефонное сообщение о том, что на улице Чернышевского произошло столкновение двух автомобилей «Тойота Ипсум» и «Тойота Хайлюксурф». В ходе проверки предварительно установлено, что водитель, управляя автомашиной «Тойота Ипсум», следуя по улице Чернышевского со стороны улицы Кулаковского, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего совершил столкновение с автомашиной «Тойота Хайлюкс Сурф», которая следовала в попутном направлении по улице Чернышевского. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Тойоты Ипсум» получил ушиб головного мозга средней степени, закрытый осколочный перелом бедра и пневмоторок средней степени. Два пассажира «Ипсума» и водитель «Тойоты Хайлюксурф» также серьезно пострадали. Также 9 июля на улице Усть-Мархинская произошло столкновение двух транспортных средств. Предварительно установлено, что водитель, управляя автомашиной «Ниссан Тида», следуя по улице 50 лет Советской армии со стороны улицы Паровной в сторону поселка Жатай, в нарушении правил дорожного движения, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомашиной «Ниссан Мурана». В результате ДТП прибывшая бригада скорой помощи увезла в детский медцентр несовершеннолетнего пассажира «Ниссан Мурана». Предварительным диагнозом – ушиб грудной клетки. Назначено амбулаторное лечение. В момент ДТП ребенок был пристегнут специальными удерживающими устройствами на заднем пассажирском сидении с левой стороны за водителем. Уважаемые водители, не торопитесь совершать необдуманные поступки. Будьте внимательными при выезде на полосу встречного движения. Помните, что опасные действия на дорогах могут стоить вам жизни, а также другим участникам дорожного движения. Ну а мы продолжаем дальше. Водитель может оказаться под арестом не только в случаях вопиющих нарушений правил дорожного движения. Также поводом для такого наказания в ряде случаев может стать тонировочная пленка на автомобиле, незарегистрированные элементы тюнинга и неоплаченные штрафы в ГИБДД. Однако такая мера применяется при ряде сопутствующих обстоятельств. О том, что следует предусмотреть водителю, чтобы не оказаться за решеткой, подробнее в следующем материале. Согласно действующему законодательству, наказание в виде административного ареста до 15 суток предусмотрено заряд нарушений ПДД, включая управление автомобилем без прав в нетрезвом состоянии или в период лишения права управления, независимо от наличия или отсутствия опьянения. Также невыполнение законного требования уполномоченного должного лица о прохождении медицинского освидетельствования. Также перечинение легкого или среднего вреда здоровью за нарушение правил дорожного движения. Еще административный арест налагается за оставление места ДТП до 15 суток. Это альтернатива лишению прав на полтора года. Такая форма административного наказания, которая предусматривает изоляцию провинившегося автолюбителя, на определенный срок назначается только судьей. Нужно иметь в виду то, что административный арест назначается только в исключительных случаях. То есть она более тяжкая, чем лишение права управления транспортными средствами. И не может применяться в отношении беременных женщин, женщин, которые имеют несовершеннолетних детей. Также в отношении самих несовершеннолетних, также не может применяться, а также инвалидов первой и второй группы. Однако печальная статистика гласит, что за последние полгода в ГИБДД Якутии уже назначено 672 постановления об административном аресте. Поэтому помните, что нарушение ПДД – это не всегда штраф и лишение прав. За некоторые серьезные правонарушения можно оказаться под административным арестом. Как уже было сказано, когда сотрудник ГИБДД видит, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, он останавливает автомобиль и просит пройти водителю медицинское освидетельствование. Если водитель на требования сотрудника ГИБДД отвечает отказом, то такой отказ может повлечь за собой арест на 15 суток. Далее эту тему продолжат наши коллеги из Мегина-Кангаласского улуса. С начала года сотрудниками госавтоинспекции Мегина-Кангаласского района выявлено 99 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них в отношении 15 водителей были возбуждены уголовные дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии. Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав управления до двух лет. За повторное управление в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность. В момент, когда наступает сезон отдыха, наблюдается увеличение автомобильного потока. Госавтоинспекция начинает патрулировать главные автомобильные дороги федерального значения для выявления нетрезвых водителей для безопасности дорожного движения. Пьяных водителей можно вычислить по разным признакам. То есть в ночное время суток водители иногда передвигаются невключенными фарами. Таких машин мы останавливаем, проверяем. Некоторые забывают. Часто бывает, что они сидят пьяные за рулем. А также по манере езды проверяем. Бывает, что знаки не смотрят. Обгон запрещен. 3.20 дорожный знак нарушают. Тогда мы проверяем и можно выявить пьяного водителя. Патрулирование госавтоинспекции на автомобильных дорогах производится не только для выявления пьяных водителей, но и обеспечить помощь на дороге тем, кто попал в трудную ситуацию. Основная задача – мы помогаем водителям, которые попали в беду. Наши инспектора сейчас, особенно в зимний период, когда холода, постоянно патрулируем федеральные автодороги, региональные автодороги. Это как Ратамга, Ратмирю и Абалах. Постоянно рядовые мероприятия делаем. И, конечно, совместная работа с административной комиссией МРК Мигана-Канглазского района. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что управление в нетрезвом виде влечет за собой не только лишение водительских прав или штраф, материальный ущерб, но может повлечь непоправимое – лишить жизни людей. Правила дорожного движения время от времени нарушают многие, если не все. Где-то разметка противоречит логике, где-то не уследили за спидометром, где-то пропустили знак и все. Если рядом есть сотрудник ГИБДД или камера, будьте добры, платите штраф. Заплатить сразу – хорошая идея, но не всегда бывает возможным. И тут появляются такие вопросы – как оплатить, в какой срок, где, когда и что будет, если вообще не платить штрафы за ГИБДД. На эти вопросы в нашей постоянной рубрике «Полезные за минуту» ответят сотрудник ГИБДД и судебный пристав. Срок добровольной уплаты административного штрафа составляет 60 суток с момента вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении. В случае неуплаты административного штрафа предусматривает административная ответственность, предусмотренная часть 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях. Присчет назначения штрафа в двойном размере от суммы неуплаченного штрафа, административный арест до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов. При поступлении в адрес службы судебных приставов постановлений органов ГИБДД судебный пристав исполнитель возбуждает исполнительное производство. И в случае непогашения задолженности в течение 5 дней задолженности принимаются меры предпринятительного исполнения, а именно арест счетов, вынесение постановлений о запрете на регистрационные действия в отношении движимого имущества и недвижимого имущества. Также выносится исполнительский сбор в размере 7% от суммы задолженности, но не менее 1000 рублей. Водители порой сталкиваются с ситуацией, когда на перекрестке отсутствует знак, указывающий главную дорогу. Это может привести к неприятностям на дороге и даже к более серьезным последствиям. Однако есть несколько способов и признаков, которые помогут определить, какая же дорога является главной. Более подробно, чем руководствоваться, если нет дорожных знаков, нам пояснит инспектор по особому поручению отдела дорожного надзора управления ГИБДД, майор полиции Дмитрий Борисов. Он у нас сегодня в гостях. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте вспомним вначале, какие же знаки являются главными. Главными знаками являются знак 2.1, а также 2.4, уступи дорогу. То есть водитель при подъезде к перекресткам должен ориентироваться данными знаками. Ну вот я уже выехал, и как же мне тогда определить, если знаков нет на дороге, и какая же дорога является именно главной? В случае, когда на перекрестках нет знаков приоритета, водитель должен руководствоваться правилами правой руки. То есть при подъезде к перекрестку водитель, которому машина приближается с правой стороны, он ему должен уступить. Как определить главную дорогу во дворе? Есть ли такое вообще понятие? В этом случае тогда как можно сполучать? Во дворе водитель как должен себя вести? Во-первых, не превышать установленную скорость. Это у нас 20 км в час. Быть предельно внимательным. А есть ли вот бывают случаи, когда несоответствие дорожных знаков и разметки, то в этом случае что важнее? Нет, вы имели в виду то, что знаки могут противоречить, да? Да, да. Именно этим, да? В этом случае как? Приведу пример, да. У нас, к примеру, есть перекресток регулируемый. Это Устах-Избеково, улица Билибина. В рамках реализации безопасной и качественной дороги. Там был проведен ремонт. На данный момент там установлены знаки. Главная дорога 2.1, уступи дорогу, а также направление главной дороги 8.13. Как нам известно, там у нас главная дорога изменяет направление. Очень много водителей путаются, потому что они именно регламентируются дорожными знаками, что это неправильно. Во-первых, если дорожные знаки противоречат сигналам светофора, водитель должен регламентироваться именно сигналами светофора. А именно при проезде перекрестка водитель при повороте налево должен уступить дорогу в встречном направлении. Так, а если вот у нас сейчас тоже очень много дорог, ремонтные работы идут, да, дорожного полотна, нету дорожной разметки, в этом случае как вообще должны вести дорожные движения участники? Понимаете, да, если у нас на участке, то есть это не просто так тоже были введены данные временные знаки, значит, есть какие-то ограничения, есть какие-то изменения направления движения. Соответственно, старые, то есть водитель должен руководствоваться именно временными дорожными знаками на участке строительства. Спасибо. Ну, а я напоминаю, что у нас в гостях был Дмитрий Борисов, инспектор по особому поручению отдела дорожного надзора управления ГИБДД, майор полиции. Извечная проблема Якутии зимой – это туманы и связанные с ним проблемы на дорогах. Водителям необходимо проявлять мастерство, особую осторожность и бдительность при движении в условиях ограниченной видимости. Однако в летнее время почти встречается аналогичная ситуация. Это, в частности, на дорогах с песчаногравийным покрытием. Вся связана это, в первую очередь, с сильной запыленностью. Порой пыль от проезжающего транспорта бывает настолько густой, что видимость не превышает и 10 метров. В таких условиях стоит вспомнить зимние рекомендации. Водителям необходимо двигаться со скоростью, позволяющей контролировать ситуацию и вовремя затормозить. Не следует забывать о соблюдении дистанции, включении фар и габаритных огней. Нельзя допускать резких и необдуманных маневров. На сегодняшний день на территории города Якутска в рамках национального проекта «Качественные и безопасные дороги» ремонтируется общая протяженность 29 километров дороги. Также проводится капитальный ремонт в двух федеральных дорогах. Это Ратумнас и Ратнам. На ремонтных участках выявляются факты нарушения ограничения видимости из-за пыли, что создает сопутствующие условия возникновения дорожного транспорта происшествия. Во избежание ДТП призываю всех водителей не нарушать правила скоростного режима на местах производства работ, так как на участках ремонта установлены дорожные знаки, ограничивающие скорость движения от 20 до 40 километров в час. Если произошло ДТП или поломка на трассе, необходимо в обязательном порядке обозначить место вынужденной остановки с помощью знака аварийной остановки. В ночное и вечернее время водителю, совершившему остановку на дороге вне населенного пункта, предписывается надеть жилет со световозвращающими нашивками, чтобы повысить видимость и избежать ДТП, связанного с наездом. Помните, что от соблюдения этих на первый взгляд элементарных рекомендаций зачастую зависит ваша безопасность и безопасность окружающих людей. С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими рубрике, в которой горожане проверяют свои знания о правилах дорожного движения. По традиции наш тест-экспресс состоит из 10 вопросов. И сегодня на них ответит участник, победитель телевизионного проекта «Арыга» Александр Кириллин. Александр, здравствуйте. Ну, расскажите, когда вы получили свои водительские права и вообще, каков ваш стаж вождения? Здравствуйте, Дмитрий. Я получил права 21 апреля 2021 года. Вы сегодня готовы проверить свои знания, которые вы, собственно говоря, учили, наверное, 2 года назад. Можно так сказать, это как бы еще свежо, наверное, еще есть какие-то остатки знаний. Мы сейчас приступаем с вами к тест-экспрессу. Итак, наш первый вопрос звучит следующим образом. Какие из указанных знаков запрещает движение водителям мопедов? Первое – только А, второе – только Б, третий вариант – В и Г, и четвертый – все знаки. Мотоциклы и мопеды, они отличаются? Да, они отличаются. Чем они отличаются? По силе, наверное, и по этим. То есть, мопеды у нас относятся? У них же другие, другие водительские юристы удаются для мопедов и для мотоциклов. Так, тогда ваш окончательный вариант ответа – это четвертый – все. Ну, а мы двигаемся дальше. И следующий вопрос. Как вам следует поступить при повороте направо? Перестроиться на правую полосу, затем осуществить поворот. Второе – продолжить движение по второй полосе до перекрестка, затем повернуть. И третий вариант ответа – возможны оба варианта действий. В этом я твердо уверен, что возможны оба варианта действий. Знак же есть там на синем. Да, это же… Какой знак? Поворот направо. Поворот направо. И тогда ваш вариант ответа? Возможны оба варианта действий. Третий вариант ответа. Хорошо. Следующий вопрос. С какой скоростью вы можете продолжить движение вне населенного пункта по левой полосе на легковом автомобиле? Первый вариант – не более 50 км в час. Второй вариант – не менее 50 км и не более 70 км в час. Третий вариант – не менее 50 км и не более 90 км в час. Не менее 50 км и не более 90 км в час. Это третий вариант ответа. Да. Так, ну, следующий вопрос. В каком случае водителю разрешается поставить автомобиль на стоянку в указанном месте? Первое – только если расстояние до сплошной линии разметки не менее 3 метров. Второе – только если расстояние края пересекаемой проезжей части не менее 5 метров. И третий вариант – при соблюдении обоих перечисленных условий. При соблюдении обоих перечисленных условий. Вон там правильно стоит. То есть, получается, нужно эти 3 метра от разметки и 5 метров от проезжей части. Да. Двигаемся дальше. И следующий вопрос. При повороте направо вы должны уступить дорогу. Первое – только велосипедисту. Второе – только пешеходам. Третий вариант – пешеходам и велосипедисту. Четвертый вариант – никому. Пешеходам и велосипедисту. Так, ну, окончательный вариант ответа – это третий вариант пешеходам и велосипедисту. Двигаемся дальше. С какой максимальной скоростью можно продолжить движение за знаком? Первое – 60 километров в час. Второе – 50 километров. Третье – 30. И четвертое – 20 километров в час. Твердо уверен, что ответ – это четвертый. 20 километров в час. Почему? В дворовых территориях обязательно нужно ездить не более 20 километров в час. Почему? Потому что там могут быть пешеходы, велосипедисты, дети. Поэтому обязательно нужно ехать не более. На чеку и, возможно, может быть. На чеку, да, возможно, может быть. Для перевозки людей на мотоцикле водитель должен иметь водительское удостоверение на право управления транспортными средствами. Первый – категории А или под категории А1. Второй вариант – любой категории или под категории в течение двух или более лет. Третий вариант – только категория А или под категории А1 в течение двух и более лет. Наверное, ответ первый. Вы выбираете первый, это категория А или под категорией А1. В этом вопросе вы сомневаетесь. Да. Хорошо. Двигаемся дальше. Следующий вопрос. Выезжая с грунтовой дороги на перекресток, вы попадаете первое на главную дорогу, второе на разнозначную дорогу, поскольку отсутствуют знаки приоритета, третий вариант, на равнозначную дорогу, поскольку проезжая часть имеет твердое покрытие перед перекрестком. На главную дорогу. Просто потому, что я наизусть выучил этот, все 40 билетов. И все, наверное, знают наизусть ответы первого билета, те, которые учили ПДД. Так, двигаемся дальше. При повороте направо вы имеете право проехать перекресток первым, должны уступить дорогу только пешеходам. И третий вариант, должны уступить дорогу автомобилю с включенными проблесковыми мячком и специальным звуковым сигналом, а также пешеходам. Он имеет приоритет. Давайте так скажем. То есть он куда-то спешит, и мы должны его уступить. Хорошо. То есть, получается, у вас третий вариант ответа. Третий вариант ответа. Хорошо. Двигаемся дальше. Следующий вопрос. Разрешается ли вам выполнить разворот на перекрестке по указанной траектории? Первый вариант разрешается. Второй вариант разрешается, если видимость дороги не менее 100 метров. И третий вариант запрещается. Если бы он стоял бы в левой полосе, тогда разрешено было бы, а сейчас запрещается. Так как он на перекрестке же. Он же на перекрестке стоит. Поэтому может автомобиль проехать по этому. То есть в вашем варианте вот в этом случае можно так проехать или нет? Нет, нельзя. Думаю, нельзя. Запрещено. Да, запрещено. Вопрос подвохом кажется, но я знаю, что запрещено. И тогда получается третий вариант ответа. Третий вариант, да. Запрещается. Это был последний вопрос. И традиционные результаты проверит преподаватель учебного центра «Фаворит» Наталья Ленских. Наталья, вам слово. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Александр ответил на 10 экзаменационных вопросов. Первый вопрос был. Какие из указанных знаков запрещают движение водителям мопедов? Александр, вы правильно ответили. Действительно, все знаки запрещают движение водителям мопедов. Как вам следует поступить при повороте направо? Александр, вы правильно ответили на экзаменационный вопрос, но тут у нас установлен дорожный знак. И со знаком вы ошиблись. Этот знак говорит, что на пересекаемой дороге организовано одностороннее движение. Вы дали правильный ответ. Третий вопрос. С какой скоростью вы можете продолжить движение вне населенного пункта на легковом автомобиле по левой полосе? Вы также дали правильный ответ. Можно двигаться скоростью не менее 50, не более 90 км в час. Следующий вопрос. В каком случае водителю разрешается поставить автомобиль на стоянку в указанном месте? Действительно, разрешается поставить только в том случае, если будут соблюдены оба перечисленных условия. Александр, вы дали правильный ответ. Следующий вопрос был. При повороте направо вы должны уступить дорогу. И, конечно, вы не ошиблись. Необходимо уступить пешеходам и велосипедисту. С какой максимальной скоростью можно продолжить движение за знаком? Также вы дали правильный ответ. Это не более 20 км в час. Для перевозки людей на мотоцикле водитель должен иметь водительское удостоверение на право управления транспортным средством. Александр, здесь вы ошиблись. Если мы перевозим людей на мотоцикле, то в этом случае водительское удостоверение должно быть с категории А или А1 и стаж не менее двух лет. Вы, выезжая с грунтовой дороги на перекресток, вы попадаете. И вы дали правильный ответ. На главную дорогу. При повороте направо вы, конечно, должны уступить дорогу пешеходам и автомобилю с ключными проблесковыми маячками. Вы дали правильный ответ. Разрешается ли вам выполнить разворот на перекрестке по указанной траектории? Конечно, на перекрестке таким образом разворачиваться нельзя. Перед поворотом направо или налево водитель обязан занять соответствующее крайнее положение на проезжей части. Если поворачиваем налево, то крайнее левое положение. Вы дали правильный ответ. Александр, хорошие знания теоретической части не успели забыть, но тем не менее рекомендую повторять правила дорожного движения. Вам рекомендую и всем участникам дорожного движения. Хорошо. Вот и подошла к концу наша передача. Желаю всем участникам дорожного движения быть бдительными. Берегите себя и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова